С 15 по 20 сентября в Гатчине состоялся 28-й международный кинофестиваль литература и кино. Это единственный в своем роде кинофестиваль, в котором участвуют только фильмы, экранизации имеющие литературную основу. Впервые на этом фестивале Якутия представила вне конкурса экранизацию романа Василия Яковлева-Долана, киноэпопею режиссера Никиты Оржакова «Тыгандархан». Оргкомитет фестивальной литературы и кино проявили инициативу именно в этом году ввести региональную программу в рамках программы «Новое кино России» именно Якутию. От правообладателей киностудии «Сахафильм» фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова «Надо мое солнце не садится» Любови Борисовой. От «Ардайду» фильм «Мой убийца» Костаса Марсана. И они были выбраны по инициативе самого Оргкомитета. А отборщиком был организатор Екатерина Пархуменко. И по её словам они отбирали фильмы именно экранизации. Вот, допустим, «Надо мое солнце не садится» Каменный мыс Лугенова. «Царь-птица» – это Василий Яковлев, со мною состарившаяся лиственница. «Мой убийца» – это Егор Неймохов. Вы знаете, они очень тонко и чутко подошли к выбору фильмов. Не потому что они типа самые лучшие или на гребне, а именно экранизации. Именно экранизации, которые получили признание во многих фестивалях международных, российских, региональных. И как бы нашумели в прессе, получили признание и аплодисменты зрителей. Вне конкурса представят серию лент, объединённых тематически. Например, новое кино России – Якутия. В залах кинотеатра «Победа» покажут фильмы, снятые режиссёрами из Сибири. Картины «Царь-птица», «Мой убийца», «Тыгин Дархан», «Надо мною солнце не садится» уже оценены на международных и российских фестивалях. Это считают критики феномен нового отечественного кинематографа. Мне было очень приятно представлять «Тыгин Дархан» в такой аудитории, где речь идёт именно о литературе, о том, как соприкасается роман и как он реализуется в фильме. Потому что даже начиная с первой пресс-конференции у журналистов возникали вопросы к жюри. Каким образом вы будете, по каким критериям определять лучший фильм, если речь идёт об экранизации? Они ведь бывают разные. Одни, так сказать, экранизируют один в один, другие адаптируют под современность, третий там вообще вносит какие-то изменения авторские и практически экранизацию не узнать, ну, от источника. И, ну, на что жюри отвечало? Вы знаете, что самое главное, чтобы дух, идея, замысел писателя оставались и там дышали в этом фильме. Этим может дышать и слово, и актёрское мастерство, и режиссёрские какие-то повороты, и даже музыка. Музыка может иногда экранизировать посыл писателя. Уровень конкурсных программ определяет статус и престиж самого фестиваля. А уровень вне конкурсных программ всегда влияет на его рейтинг, успех и признание зрителей. В зрительских откликах Гатчинского фестиваля часто звучали слова «Якутское кино в тренде», «Берите выше», «Якутия в тренде». За лёгкостью этих фраз сокрыты смыслы жизни и творчества якутских кинематографистов, их многолетний поиск, труд и неутомимая созидательность. Неоценим вклад в обратную связь со зрителем – Никита Ржакова, Костаса Марсана, Любови Борисовой и Эдуарда Новикова. Эти мастера создали живописный и самобытный портрет Якутии. Все люди живые. Играют какие-то картинки, какие-то пустулаты, а потом прям живые люди. Я понимаю, какие они красивые люди, как всё было замечательно. И как вообще всё похоже на самом деле, вообще-то в принципе, в разных странах. Вот это понимание, что от каждого твоего жеста, вздоха, может быть, зависит жизнь планеты, конечно, это важнейшее знание. Меня вот эта история сама этим потрясла. Самая большая территория в России, всё-таки, якутийская. И не могло такого быть, чтобы там не было талантов. И как только накопление произошло, это кинематографистов обучились, и в итоге накапливался, накапливался. Должен был взрыв быть, какой-то прорыв. И вот он случился, и действительно смотрится всё эффектно, и смотрится всё современно. Как выразился один из журналистов, Якутия привезла, образно говоря, «Россыпь алмазов». Качественный отбор. Я так и сказала председателю оргкомитета. И очень хотелось бы, чтобы и на предыдущих кинофестивалях разного рода подходили именно вот так вот. Тонко и с пониманием, что показать зрителю, чем удивить, чем взбудоражить. Потому что эти четыре фильма, вот судя по отзывам зрителей, я поняла, у каждого фильма есть своя аудитория. Кто-то говорит, что мой убийца самый крутой, кто-то говорит, да вы что, царь-птица. Это же такого мы никогда не видели. Она давно и солнце не садится. Одна зрительница подбежала ко мне и говорит, передайте большое спасибо создателям. Я не знала, как это сделать. И вот таким образом она передала. Ну а Тагандархане, меня благодарили за то, что вы привезли этот фильм именно в нужное время, в нужный час и в нужное место. Зрители Гатчины, как ценители древней истории своего края, глубоко прониклись идеей и замыслом романа Тагандархан и его ярким воплощением на экране. Роман Долана и фильм Оржакова – это звенья одной цепи. Это два знаковых события в истории Якутии на стыке веков XX и XXI. Два последовательных, неразделимых шага, поступка, подвига. Они объединены в единый процесс прозрения, пробуждения якутского народа, поднятия его духа как этноса. Книга и фильм – это посыл двух мастеров – писателя и режиссера. Отравно, что Никита Оржаков сегодня не только снимает кино. В содружестве с Арктическим государственным институтом культуры и искусства он намерен открыть свою мастерскую кино. Взор режиссера устремлен в будущее. Аркомитет фестиваля «Литература и кино» выразил благодарность правообладателю фильма Тагандархан Национальному центру аудиовизуального наследия народов Якутии имени Жараева за содействие в работе фестиваля, за продвижение исторического жанра в кино, за сохранение памяти народа. Именно благодаря Якутии, якутскому кино, меня, как почётного гостя, включили в группу жюри. Но не в качестве судьи, а именно как представителя программы «Новое кино России и Якутии». И хотя я не имела права голоса судить, но в силу того, что я с ними проводила время с утра до вечера, даже до полуночи, можно сказать, я присутствовала при всех их лёгких сразу первых впечатлениях, первых оценках, имела возможность при просмотрах и обсуждениях, встрече с режиссёрами, авторами, встревать, задавать вопросы, какие-то свои оценки, и, я думаю, к ним прислушивались. Я считаю, что я была каким-то делегатом от Якутии, потому что очень много вопросов не только о фильмах, а в целом о Якутии задавали мне журналисты и местной прессы, и Санкт-Петербургского телевидения. И это было достаточно ответственно. Зрители идут, билеты покупают, да? О, как? Конечно. Бывает, что даже и билетов нет, например, попасть невозможно. Да, и вот когда говорят, вот действительно, первый раз прокатчики вообще удивились, помните, были «Пираты Карибского моря», ну, это же такая, это блокбастер, они надеялись, вот кассу сделаем, как обычно. И тут выходит наш фильм, ну, я не помню уж какой очередной, так сказать, он просто его, это, и Гарри Поттера тоже по кассе подавил, да. И там они уже пишут, это, бюллетень кинопрокатчика с гордостью, вот таблицы там, вот сборы впереди идёт наш фильм, это потом «Гарри Поттер», потом «Пираты Карибского моря». Ну, тут просто, видимо, всё-таки зритель, надо его изучать, мне кажется, да. А вот говорят, надо воспитывать зрителя. Я не знаю, нет, по-моему, наши кинематографисты как-то этим не озадачены. Эти и другие вопросы задавали Альбине Даниловой во время встреч со зрителями и интервью с прессой. А каковы впечатления от основной конкурсной программы фестиваля, где было представлено 35 работ от режиссёров, авторов из разных стран России, Кыргызстана, Армении, Израиля, Казахстана и Таджикистана. Известно, что обладателем гран-при «Гранатовый браслет» стал фильм из Кыргызстана «Шамбала» по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Если учесть, что жюри работало в рамках всего 12 номинаций, то заседания читательского и кинематографического жюри в ходе обсуждения были долгими и нелёгкими. Все эти экранизации, они действительно заслуженно получили свои награды, потому что там был виден авторский взгляд. И авторы были настолько разными, и поэтому жюри несколько затруднялось, кому отдать пальму первенства. Но это одно, это конкурсная программа. А что касается вне конкурсной программы, то это было, как говорят и сами организаторы, украшением фестиваля. И поэтому я вот подумала, а если бы наши фильмы участвовали в этом кинофестивале, допустим, и эти показанные, и у нас немало ещё фильмов у якутских кинематографистов, то каким образом бы развернулась эта борьба? И я вот подумала, всё-таки вне конкурсный показ – это такое понятие, которым не нужно пренебрегать. Оно даёт, может быть, даже больше для популяризации якутского кино, для имиджа республики гораздо больше. Оно расширяет границы самопознания у людей, которые живут вне республики Саха. Потому что, судя по вопросам телезрителей, журналистов, я поняла, как многого они ещё не знают о нас. И благодарят за то, что узнали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok